Солдат вернулся домой. В конце 2021 года в Магнитогорске прошло захоронение останков нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Михаила Дылдина. С 1943 года он считался пропавшим без вести, и семья ничего не знала о его судьбе. Теперь же благодаря томским поисковикам установлены все детали героической биографии Магнитогорца, о чем рассказывает новая экспозиция в Магнитогорском историко-краеведческом музее. В дружной многодетной семье Дылдиных Михаил был старшим сыном. Веселый, с живым характером, не боящийся любой работы, он всегда был главной опорой своих родителей. Первоначально крестьяне были. Они приехали сюда, в Нагайбакский район, Нагайбак. А потом, когда начали строить металлургический комбинат, мой дед Петр Сергеевич сюда, довольно наемным, на Магнитку приехал, на комбинат. Работал здесь, ну и, соответственно, Михаил Петрович, это старший самый, он вот тоже на комбинате работал. Планируя связать свою судьбу с рудообогатительной фабрикой ММК, о небе Михаил Дылдин никогда не мечтал. Однако, когда в 1940 году Дылдина призвали в армию, он был отобран для учебы в авиашколе, и практические навыки полетов на Ил-2 ему пришлось оттачивать уже на войне. Это вот тот именно самолет Ил-2 штурмовик. Он двухместный. Вот здесь сидел пилот, вот здесь сидел стрелок. Чем занимался? Бомбили. Потому что вот если мы посмотрим на, сюда вот на подкрылки, мы видим бомбочки. То есть он сбрасывал бомбы. Это штурмовик. Летающий танк именно так окрестили этот бронированный штурмовик его создателя был главной угрозой для немцев и надежной защитой для летчиков, которые называли его боевым другом. Ведь пропавшему без вести в 1943 году 23-летнему Михаилу Дылдину именно его боевая машина в итоге помогла вернуться на родину. Они нашли в 2019 году, и только в 2021 году пришла информация, кто это захоронен. Нашли по номерам. У каждого мотора самолета есть свой номер. И когда поисковики нашли на моторе, на ступице номер, сделали запрос, и стало ясно, что именно наш Дылдин Михаил Петрович, он летал на этом самолете. И останки это его. Останки героя его самолета, томскими поисковиками, были найдены под Калугой. И эта неожиданная находка помогла семье узнать, как погиб Михаил. Самые такие жесткие, жестокие события военного характера, они как раз были в 1943 году. Это и Орловско-Курская дуга, это и Сталинградская битва. И вот немножко отошли от Москвы, и вот под Калугой он был сбит. В общем, они летели на задание, они еще не отбомбились. У него был полный боекомплект, и их подбили. И они приняли решение, чтобы не сдаваться в плен, и выпрыгнули с самолета, а вместе с самолетом рухнули на землю. Воронка была 4 метра глубиной. В этом месте и были найдены ступица винта штурмовика Ил-2, главная часть авиабомбы, а также личные вещи летчика. Они были переданы в Краевический музей на вечное хранение, а останки героя захоронены рядом с матерью. После чего большая дружная семья Дылдиных смогла признать, что солдат наконец-то вернулся домой. Татьяна Артеменко, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВН.